Приветствую вас и, пожалуй, исходя из того, что вы не написали, можно сделать неплодный такой вывод, что чувствуете вы себя виноватой с детства, и первыми объектами вашей вины, вашего чувства вины были, скорее всего, родители. Именно они воспитали вас так, чтобы вы чувствовали себя виноватой. Конечно, неизвестно, сделали ли они это умышленно или походили к вопросу, что ясно-обственно, но факт, что их поведение, их отношение к вам спровоцировало, в свою очередь, какое отношение с вашей стороны к окружающим людям. Видите ли, комплекс вины, как и любой комплекс, это явление, состоящее из трех вещей, из трех моментов. Первое и основное – это отсутствие понятия о том, что происходит. То есть вы в своем восприятии собираете признаки, такие как вина, поведение людей и так далее, и эти признаки группируются в определенные понятия. Вот, например, вы видите человека, а этот человек с вами не приветлив. Вы начинаете думать, что именно вы виноваты в том, что он с вами не приветлив. В действительности вы не допускаете даже мысли о том, что он может быть неприветлив из-за своих проблем. В действительности вы не допускаете даже мысли о том, что вы сделали все хорошо, и вы начинаете себя сверлить. Почему вы так делаете? Потому что вы не понимаете, откуда это с вами происходит. Откуда берет начало ваше чувство, откуда берет начало ваше ощущение, ощущение удалось, что вы виноваты, и вы думаете, что ваша вина пресекает от каждого личного вам человека. А в самом деле, в самом деле, вина, комплекс вины, это своего рода замещение, неосознанное, нереализованное, по вашему мнению, ответственности перед кем-то, ну, скорее всего, перед родителями и, скорее всего, в детстве. То есть, если, например, в детстве или в подростковом возрасте вас очень часто обвиняли в чем-то, и вы не могли их оправдаться, то сейчас, когда получается сходная ситуация, с вами происходит в точности то же самое. Вы испытываете те же самые чувства и стремитесь избавиться от чувства вины конкретному человеку потому, что у вас есть вина за что-то другое, за что-то более раннее. Это первый момент. Отсутствие понятия. Второй момент. Второй момент несколько менее, может быть, важный, но менее ключевой. В определенное время для вас было решающее переживание. Сильное переживание. Критическое переживание. Когда очень сильно влиялось сознание и подсознание, это чувство вины. чувствует, что вы несете ответственность за, там, какие-то негативные обстоятельства у другого человека. Соответственно, когда вы попадаете в подобную ситуацию, теперь у вас возникает то же самое ощущение, то же самое чувство. Почему? Потому что аффект, аффективное переживание объединило в себе элементы, которые находились в пределах вашего восприятия тогда, в то время, и потому сейчас, каждый раз, когда вы сталкиваетесь с хотя бы одним элементом из того первичного набора, это запускает у вас аффективное переживание. Соответственно, связь между этими элементами, первичными элементами, нужно разбить так, чтобы вы их никак не связывали. А для этого, и это уже третий момент, необходимо то самое первое переживание, первичное переживание, самое главное переживание, которое нужно заново перешить. Потому что недостаточно переживания критического момента, не проговаривания его, отсутствие завершения и задает те самые томы, которые у вас есть. это три подхода к борьбе комплекса. Но давайте поговорим немножечко еще и вот о чем. Когда у человека, у любого человека, не важно маленького, большого, родителей или кто-то еще, вызывают чувство вины, происходит что? человека подчиняют подчиняют чужой воле и взваливают на него ответственность за другого. при этом человеку внушают, что за самого себя он ответственности не несет, потому что нельзя ответственность и за себя, и за другого. По крайней мере, в том случае, в той форме, когда это происходит на силе. этот человек обвиняют, обвиняют, ему говорят ответственность за меня важнее, чем ответственность за себя. Человек перестает нести ответственность за самого себя, начинает нести ответственность за другого. И таким образом получается, что вы ощущаете чувство вины, несете ответственность за других, но не за себя. И одним из способов борьбы с чувством вины является не что иное, как взятие, принятие ответственности за себя, принятие ответственности за свои поступки и тем самым осознание того, что каждый несет эту самую ответственность сам. Другой человек бывает, конечно, виноват, но это происходит не постоянно и уж точно не во всех случаях. Далее нужно сказать так, что по привычке вы будете даже после проработки подобных моментов все равно вы будете еще какое-то время так себя вести, просто потому, что так сложилось, сложилось так в течение многих лет и вам нужно будет свою модель поведения менять. для этого придется руководствовать теми новыми средствами, которые мы вам, допустим, дали или дадим, создавать новые модели поведения для себя. в этих новых моделях поведения, которые вам будут непривычны, которые вам, может быть, будут даже чем-то страшны, вы будете чувствовать себя неуютно. Но это необходимо для того, чтобы вы, наконец, начали менять свое поведение, начали менять себя, это необходимо для того, чтобы, наконец-таки, делать так, как вы считаете нужным, как вы считаете правильно. И самое главное, когда чувство вины уйдет, придут другие эмоции, другие ощущения, и вот им вам нужно доверять. начало доверия своим переживаниям, своим желаниям, являет собой начало вашей недависимости от других людей. А значит, вы принимаете ответственность за себя полностью таким образом и позволяете другим людям нести полностью ответственность также за себя. И вот эти моменты являются ключевыми для понимания ваших проблем. Собственно говоря, вы можете как самостоятельно использовать эти средства, которые я вам дал, вы можете прорабатывать их специалистом, которого выберете на нашем ресурсе. Но в любом случае двигаться вам надо именно в этом направлении. Как видите, работа предстоит определенная, и без вашего желания, без вашего стремления не получится как-то изменить свой образ жизни, свое отношение к людям. Возможно, вам придется изменить свое отношение к родителям, которые отношения с родителями нужно будет разбирать отдельно, и первее всего, в начале, это самое главное, это образующая среда для вашего поведения, и она является ключевой. А дальше, 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 по нарастающей мы будем с вами работать и, возможно, заново отстраивать вас и как социального индивида, и как субъекта поведения, и как личность. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, собрать читательство в личку помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!